Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас сегодня в нашей вебинарной комнате. Рады видеть вас. Приветствуем также уважаемых коллег, предпринимателей. Мы все находимся в разных краях, в разных странах. Кстати, вы писали при входе в вебинарную комнату, я смотрела, свои города и страны. Пожалуйста, напишите ещё раз, это очень интересно, потому что у нас более чем 500 компьютеров. Я знаю, что около компьютера не один человек. Это будет очень интересно, потому что будет представлена география. Значит, сегодня мы с вами проведём час времени. Я думаю, что проведём его с толком, потому что время — это то самое ценное, что сегодня есть у нас в запасе, в ресурсе. И сегодня речь пойдёт о новой возможности. Особенно сегодня мы хотим поговорить именно с предпринимателями, потому что в новых экономических реалиях, в связи с экономическим кризисом и вот этим пандемией, огромное количество предпринимателей сегодня находится в поиске. Эту сегодня встречу мы проводим именно для них. И речь пойдёт о научно-производственной компании под названием ЭПЛ, с которой я строю бизнес вместе уже более чем 4 года. И меня радует то, что это устойчиво, надёжно. И в этом бизнесе мой доход постоянно идёт вверх, то есть растёт. Рассмотрим сейчас, какие же вопросы стоят перед любым предпринимателем, который хочет начать работать на себя, хочет создать то красивое слово «доход», которое очень сильно отличается от слова «зарплата». Какие проблемы стоят? Ну, во-первых, нужно обязательно выбрать продукт или услугу, которую ты будешь продвигать на рынок. Дальше обязательно нужно создать сайт и продвижение через социальные сети. И это, конечно, требует тоже всё это очень больших капиталовложений. И чем дальше, тем больше, потому что существует огромная конкуренция у нас на земле в традиционном бизнесе. Но также сегодня уже есть огромная конкуренция именно и в интернете. То есть человеку нужна обязательно бухгалтерия, обязательно какие-то юридические услуги. Он обязательно должен инвентировать деньги в рекламу. И он должен выбрать производство создать или выбрать поставщика, кто будет поставлять продукцию. И, конечно, очень важный момент – создать логистику, то есть способ доставки продукции до конечного потребителя. Что на выходе предприниматель имеет? К сожалению, и это факт, и я думаю, что если здесь предприниматели, они могут поставить восклицательные знаки или плюсики, лучше плюсики и подтвердить мои слова. Что на выходе? 90% бизнеса гибнет, не пережив первую годовщину, потому что, опять-таки, люди не выруливают, может быть, в силу того, что не хватает денег, может быть, не хватает умения, опыта. И у тех, кто выжил на сегодняшний день, это 95-97% их дохода, они должны снова реинвестировать в свой бизнес, то есть нужны постоянные, ежедневные, ежемесячные вливания. К счастью, сегодня есть новые реалии, мир очень быстро меняется, и нужно обязательно искать выход, и вы его найдете. И сегодня мы представим одну из возможностей, то есть сегодня речь пойдет о научно-производственной компании APL, которая на самом деле представляет из себя огромный электронный магазин. В чем преимущество электронного магазина? Он открыт 20 через сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мало того, он открыт на весь мир, и мы сегодня об этом поговорим. Поэтому и те предприниматели, кто начинает сотрудничество с бизнесом APL, эти люди могут даже, когда они спят, тоже зарабатывать деньги. В чем для меня преимущество APL? Ну, первое, это 8 лет на международном рынке, это очень устойчивый бизнес, да? Второе, компания присутствует в более чем 50 странах мира. А вы знаете, что сейчас интернет стер границей, и, в общем-то, можно даже из дома, как мы сегодня все собрались, строить бизнес онлайн, и сразу иметь экспансию в другие страны мира. Что входит в эти 50 стран? То есть это все постсоветское пространство, в каждой стране есть официальное представительство, и все для того, чтобы действовать. Также в рынок компании входят практически все страны европейского континента. И вот у нас потрясающая новость ко всем нашим людям, приглашенным и партнерам, что с 1 мая это грандиознейший этап в развитии компании. То есть компания открывает огромный континент, огромную страну Америка, выходит на рынок Америки легально, официально, со всеми необходимыми документами. То есть это дает невероятную возможность, потому что сегодня нет железного занавеса, и огромное количество людей путешествует, умеет друзей, родственников и в Европе, и в Америке. Значит, в чем для меня еще преимущество компании? Сейчас вернемся, давайте вернемся к основателю. Это важно, очень важно. То есть за кем мы идем, кто создал компанию? У роля, знакомьтесь, Сергей Сергеевич Куликов, молодой, амбициозный, состоявшийся, что очень важно, предприниматель, основатель, единоличный владелец и президент компании, заработал свой первый миллион евро в 21 год, основал компанию на свои собственные деньги, и у нас нет совладельцев, что очень важно, потому что очень многие компании стартуют хорошо, но потом распадаются, потому что единоличный владелец, это один хозяин, и нет никакого раздора в руководстве. Дальше, что для меня сегодня еще компания EPL? Она имеет огромное преимущество, потому что нам не нужно иметь поставщиков. Компания EPL владеет своим собственным производством, это завод в Европе, 4,5 тысячи квадратных метров площадью. Это дает нам огромные преимущества, то есть мы независимы от поставщика и скачков валют. Стоимость продукции не менялась ни разу за 8 лет существования компании на международном рынке, что очень важно. Компания имеет абсолютно все сертификаты, которые необходимы для работы не только в России, не только в Европе, но и в Америке. То есть даже компания имеет очень эксклюзивные сертификаты, такие как кашрут и халяль, что открывает возможность продвигать продукцию даже для вот таких слоев населения. Дальше продукт, то есть продукцию. Какую компания выбрала продукцию? Смотрите, сегодня есть такая глобальная тенденция. Тенденция – это то, что такая огромная масса денег путешествует из одной области экономики в другую. Сегодня существует тенденция. Это индустрия wellness, это индустрия красоты и здоровья. Никогда еще столько не говорили о правильном питании, никогда не было столько фитнес-центров, никогда не было столько даже марафонов в Инстаграм, как похудеть, как правильно питаться. И именно этот рынок, на этом рынке мы сегодня развиваемся, и в частности на рынке здоровья и красоты. Рынок здоровья номер один по товарообороту в мире, что важно для каждого предпринимателя. И Сергей Сергеевич Куликов выкупил полностью эксклюзивную технологию, которая называется аккумулитэсэй, то есть это клеточное питание нового поколения. То есть у нас нет конкуренцев, нет аналогов в мире вообще. Это нигде еще не производится, то есть у нас в руках есть патент. И что дает эта технология? Я вам коротко сейчас скажу, этих людей, кому будет интересно подробнее, вам дадут информацию. Значит, что такое наша технология? Мы можем провести аналогию с айфоном. То есть когда айфон пришел на рынок, и компания Apple вышла на рынок с новым айфоном, на рынке присутствовало огромное количество уже компаний, которые производили телефоны. Но из-за того, что в айфон была заложена новая технология, спустя буквально несколько лет айфон занял топовые позиции. Сегодня, конечно, это номер один в мире. Точно так же эта инновационная технология позволяет иметь топовые позиции нашему продукту. Что дает наш продукт? Какой он? То есть наша продукция инновационная, то есть ни с чем невозможно сравнить, нет конкурентов. Это революция в сфере правильного питания, здорового питания клетки. Второе, это, конечно же, продукт, который нужен каждому человеку в мире, потому что у всех людей на Земле и в Африке, и в Америке, и в Европе, и в Азии, одни и тот же физиология, одни и те же вопросы по здоровью возникают. То есть у нас продукт потребляемый, нужен каждому человеку в мире. Представляете, как круто предпринимателю продвигать то, что нужно каждому человеку. И, к сожалению, наш продукт заканчивается, и поэтому наши потребители приходят, покупают и покупают снова и снова. И это дает то, может быть, волшебное словосочетание, и это мечта каждого предпринимателя создать резидуальный или пассивный доход. Что еще могу сказать о компании? Что компания дает ответы на все вопросы предпринимателей. То есть у нас франшиза, готовый бизнес, который работает уже 8 лет для партнеров, для наших предпринимателей, которые сотрудничают с компанией из любой точки мира, где присутствует компания, да, и компания решает все вопросы. То есть у компании есть производство, она выстроила логистику во всех более 50 странах мира, то есть доставка к порогу дома. У нас есть огромное количество рекламных материалов для работы на земле и в интернете, чем нам снабжает бесплатно абсолютно компания. Компания ведет бухгалтерию в режиме онлайн, а это режим реального времени. Компания позаботилась о том, чтобы на рынке каждой страны мы присутствовали легально, официально. То есть у нас есть сертификация продукции. И также компания развивает, и вот сейчас, как вам сказала уже, то есть мы открываем американский рынок. И это, конечно, огромная, колоссальная работа, которая длилась не один год. Благодарю вас за внимание. Сейчас передаю слово следующему спикеру. Мне очень приятно и радостно, что сегодня с вами поговорят предприниматели из разных стран мира. И это все люди, которые занимались когда-то традиционным бизнесом. Следующий спикер у нас Ирина Тера Шмидер. Это традиционный предприниматель с большим опытом из Германии. Я с удовольствием передаю им слово и благодарю вас. Доброго дня и с моей стороны. Я очень рада вас приветствовать сегодня здесь. И спасибо, Лариса, за представление. Лариса в своем представлении рассказала вам о российском рынке. Я лично предприниматель с 17-летним стажем из Германии и представитель малого бизнеса с большой клиентской базой в моей сфере деятельности. В сентябре месяца 18-го года мне довелось познакомиться с компанией APL, которая на тот момент для меня была совершенно абсолютно незнакома. Я осознала, что мне представляется возможность по-другому построить свой бизнес. Меня очень часто спрашивают, почему я именно пошла этим путем, почему я отпустила то, что я уже до этого имела. И я хочу вам об этом немного рассказать. Вам эта картинка, конечно, знакома. И ситуация такая же. Многие живут только сегодняшним днём и не задумываются, что будет завтра. А вот завтра настало, и мы имеем ситуацию мировой пандемии, которую мы сейчас имеем. И как эти люди живут сегодня, которые не подумали, не позаботились о том, что к ним придёт? Смогут ли они бездейственно, финансово выжить в такой создавшейся в мире ситуации? Мне лично это не подходило. Я мама четверых детей, трёх сыновей, которым 32, 23. Скоро будет младшеньку ему 13 лет и одной дочери 20 лет. Мой муж также является предпринимателем. И, конечно, нас обоих это очень сильно затронуло. Затронула эта тема, что сегодня происходит. Но я искала выход из сложившейся ситуации, потому что понимала, что если что-то изменится, и мне нужно будет иметь время для моей семьи, то денег заработать я просто не смогу. Я не обслуживаю клиентов, значит, нет у меня денег. И это было два года назад. Что мы видим сегодня? Эта картинка вам тоже знакома. Сегодня многие задают себе вопрос, какое влияние и какие последствия окажет мировая пандемия на экономику? Какие финансовые проблемы ожидают предпринимателей? С какими финансовыми трудностями уже сегодня столкнётся бизнес? Как изменится мир малого и среднего бизнеса? Я уже несколько дней наблюдаю за событиями, происходящие в мире, и вижу, в какую сторону движется экономика. И, к сожалению, на данный момент всё это выглядит не очень просто и нелегко. Когда пришли новости о вирусе, ещё чуть позже о том, что уже охвачено много стран, и это мы все видим, и сами это проживаем, у меня создалось ощущение, что на этот раз всё пойдёт по-другому, чем когда-либо уже нам известное. Последствия, которые нас ждут, будут радикальными. Перемены нагряли, и мы должны эти шансы использовать. Мир никогда не стоял на месте, он просто в движении, постоянно в движении. И человечество всегда должно было приспосабливаться к таким изменениям. А это и есть осознание происходящего, принятие решений, чтобы двигаться дальше. Мы обращаемся к вам не для того, чтобы вас напугать, а для того, чтобы донести до вашего сознания важность данной ситуации и возможности, которые за этим стоят. Вы должны для себя осознать, что изменения придут, и очень быстро, и они уже ощутимы. К примеру, обратите внимание на ваш любимый ресторан, либо магазин, в котором вы любите покупать красивые вещи, или кафе, куда вы любите ходить, завтракать. Ваш любимый стилист или салон красоты. Представили? А ведь это всё закрыто. А ведь эти предприниматели и многие другие напрямую почувствовали этот кризис, и у них уже сегодня между 65 и 85% нет дохода. Нет посетителей, нет товарооборота. Не все предприниматели имеют финансовую подушку. А если она есть, то на сколько её хватит? А ведь аренда должна оплачиваться ежемесячно, договора также должны быть обслужены, а это банковские ипотеки, поставщики и так далее. Как долго смогут эти и другие сферы малого и среднего бизнеса продержаться на плаву? Как долго вы, мы обращаемся к вам, сможете продержаться на плаву? Прошу вас, задайте этот вопрос себе и будьте сами себе честны. Сегодня мир бизнеса меняется, и каждый день для себя должен найти возможности эти изменения внедрить в свой бизнес, в свою жизнь, либо изменить направление, в котором вы сможете быть независимы от колебаний экономики. Я лично очень рада, что своевременно сделала выбор и взяла ситуацию в свои руки. После входа в компанию я увидела возможности бизнеса по-новому. Уже в течение нескольких месяцев за мной пришли такие же предприниматели и сделали выбор в пользу компании ИПЛ. Я реально убедилась на своём примере, что здесь есть деньги, и их можно заработать и получать. Раньше, принимая пять человек в день клиентов, была всегда уставшей, нервной, выслушивая их проблемы, приносила эту энергию домой. Такая же работа у меня была. Заработок был тогда, когда принимала клиентов. А если хотелось, ну, отпуск с детьми, с семьёй. И не дай бог, что что-то серьёзное в этот момент. Откуда было взять деньги на оплату офиса? Вам такая ситуация знакома? Я думаю, я не единственная, кто в такой ситуации находился или находится до сих пор. А теперь, используя это же время здесь, я имею не только активный заработок, но ещё и пассивный, о котором узнаете чуть позже. Я осознаю и понимаю возможности компании. Своё видение и уже достигнутые результаты молодого амбициозного президента компании Сергея Сергеевича Куликова мне дали уверенность правильного выбора. Вы, именно вы, кто сегодня слушает нас, мы обращаемся к вам. Не будьте последними, кто сходит с тонущего корабля. Может, вы сейчас не первый, но не будьте последним. Не разделяйте мир на плохое и хорошее. Нам нужно учиться изменения в мире интегрировать в свою жизнь. Не надо негативничать. Нужно учиться находить выход из сложнейших ситуаций, а также преждевременно эти изменения увидеть, делать вывод и просто взять и действовать. Из этого состоит вся наша жизнь, чтобы учиться и расти через изменения. И вы, наверное, уже сейчас спрашиваете себя, какой же выход из ситуации, в которую попали вы. Хочу вам представить вашему вниманию семейную пару успешных предпринимателей, которые на примере своей истории покажут возможности успешного сотрудничества с компанией APL. Встречайте, Виталия и Надежду. Всем добрый день, добрый вечер. Всем огромный привет. Очень приятно видеть в нашей вебинарной комнате почти тысячи человек. Это значит те люди-предприниматели, которые сегодня пришли изменить именно свое положение, именно изменить жизнь к лучшему. И хотим коротко представиться Надеждой Виталий Бертрам. Мы проживаем в городе Берлине, Германия. Проживаем уже 23 года и являемся предпринимателем с 25-летним стажем. И наш предпринимательский стаж уже начался в России. И тогда, в далекие 90-е годы, мы были совсем юными, были молодыми, но уже тогда мы понимали, что любое изменение, любой кризис, кого-то приводит в еще больший кризис, а кому-то дает рост. А рост и развитие дается тому, кто готов меняться и использовать свои новые возможности экономической реальности. И на базе нашего 25-летнего стажа мы хотим просто сегодня показать, как важно быть в нужном месте и в нужное время. Да, на самом деле интересно. Но для того, чтобы перейти именно стартануть, компания EPL, то есть хотелось бы немножко сказать о том, что так сложилась судьба наша, что мы по истечении 20 лет проживания в Германии, хотя в то время, когда уезжали, абсолютно у многих предпринимателей в том же числе была возможность эмигрировать в Германию, но не все воспользовались. То есть я чему хочу сказать, что главное вовремя принять решение и не сдаваться, а искать те возможности. Поэтому, приехав в Германию, Надежда уже затронула, может быть, короткое, что мы 20-летним стажем работы предпринимательства именно здесь, в Германии, никогда не думали, что мы тоже столкнемся с теми же проблемами, что сегодня сталкиваются многие предприниматели на улице. Поэтому по нашему опыту мы можем только сказать, что благодарны судьбе, что три года назад мы познакомились с компанией APL, которая тогда же для нас открыла новые возможности. И мы сегодня рады, что мы именно в этой компании и уже на своем опыте можем показать, как правильно, как быстро можно стартануть. В компании APL подготовлена абсолютно вся платформа для старта, для быстрого развития своего бизнеса и для быстрого дохода. Да, и наша задача действительно сегодня показать этот быстрый старт, потому что оказавшись в условиях карантина, мы понимаем, что никто не отменял оплату, арендную плату офисов, оплату бухгалтеров, выплата, заработной платы сотрудникам, которые у нас работают. Поэтому сегодня призываем всех предпринимателей просмотреть этот шанс, увидеть именно, что здесь нам предоставился очень быстро развивающийся бизнес, именно с очень хорошими возможностями, а главное, с очень нужными возможностями. Немаловажный фактор, вы уже сказали, это сам продукт, который востребован. То есть изначально тоже были скептически, как все нормальные люди, но мы увидели результат. Результат, мы видели серьезность компании, мы действительно были на заводе, мы видели производство. Видим, что действительно компания именно молодая, развивающаяся, быстро причем развивающаяся, и поэтому для нас очень было важно, именно как мы с нашим опытом работы предпринимателем можем и вынуждены просто научиться новому. Поэтому наш старт в компании был именно, и мы рассматривали его, хотя компания международная и дает возможность выбора, то есть возможность приобрести товар на определенную сумму. Поэтому, конечно же, когда мы рассматриваем, быть ли нам потребителем, то мы можем просто попробовать продукт и получить свой результат. Но если мы будем рассматривать с точки зрения предпринимателя, а еще, может быть, лучше, как инвестор, тогда мы явно будем рассматривать ту возможность, которая нам дает больше преимущества. Поэтому при беседе с любым предпринимателем я никогда не затрагиваю маленькие суммы, потому что считаю, что это просто несерьезно, потому что очень много на рынке приглашаются большие бизнесы с маленькими вложениями. То есть я считаю, это просто маленькая афера, которая заманивает людей. Мы же говорим о серьезном бизнесе, мы же говорим о возможности. Поэтому 3000 условных единиц это как та единица измерения, так как компания международная, которая в нашем случае это один к одному в Германии, Европе. Страны разные, коэффициент отношений. В этом как раз и прелесть, что у нас строится международный бизнес, и этот бизнес сегодня без границ. То есть, опять же, повторюсь, что сегодня, сидя в карантине, мы коммуницируем абсолютно со всем миром. У нас есть в Канаде партнеры, предприниматели. У нас есть в России предприниматели, которые сегодня нас поддерживают очень интенсивно. И бизнес, очень многие предприниматели сегодня жалуются, что действительно сидят на нулю. А у нас бизнес процветает, именно развивается, и мы очень этому рады. Причем растет. Но если рассматривать именно инвестицию, то мы должны сказать, что, конечно, в разных ситуациях, то есть не раз переживали уже кризисы, мировые кризисы. Поэтому понимаем прекрасно, что тот человек, которого не помнит прошлого, не может знать будущего. Поэтому в любой кризис всегда обычно люди что делают? Они переходят в область предпринимателей, или раньше назывались торгаши. Челночники. Челночник. Поэтому если рассматривать эту сторону, то мы говорим 200 условных единиц. Это те вот бабушки, когда продавали семечки. Если мы рассматриваем инвестицию больше, то есть это, возможно, сравнить можно с лариками, которые предприниматели открывали, может, сеть лариков, да? Но были люди, которые уже мечтали и говорили, что мы должны свой бизнес раскрывать, да, и инвестировали уже в супермаркеты. Мы же предлагаем компании на максимальную вот эту возможность 3000 условных единиц получить абсолютно все продукты, все возможности компании, все преимущества компании. Бухгалтерию, логистику. Это уже говорили наши предыдущие спикеры. И именно увидеть масштаб продажи онлайн, когда весь онлайн-магазин у вас просто в телефоне. В любом месте, где вы находитесь, вы можете тут же заказать продукцию, поделиться, угощать и радоваться, что вы обладатели такого грандиозного продукта будущего. Если рассмотреть инвестиции как предприниматели, то представьте себе, многие говорят о тысячах, о двух тысячах, о трех тысячах потребителей. Они нужны всегда и всем. Но если мы рассматриваем как предпринимательство и как я со своими инвестированными средствами заработаю или верну свои вложенные средства, это именно вот я в моем случае просто показал маленькую возможность. Это пять предпринимателей. Это может быть ваши филиалы, это может быть друзья по бизнесу. И если эти друзья с вами увидят ту же возможность, что вы для себя выбрали, то получается в следующем, если под подсчеты сделать, пять предпринимателей, три тысячи условных единиц, максимальная возможность приобрести всю палету продукции. Доход уже составляет три тысячи условных единиц. Три тысячи условных единиц. И если это же вы сделаете в короткий срок, вот быстрый старт, то компания еще дополнительно вам дает премию в 720 условных единиц. Что это означает? Зазначает буквально за неделю, может быть за две недели, может быть даже у кого-то не такой быстро, за месяц. Но это реально та сумма, которую вы себе возвращаете. Кто-то за день. Плюс у вас остается ваш продукт, который вы можете пользоваться, угощать своих близких, родных, родителям, детям. То есть он всегда востребован. Вот эта сумма обдает вам абсолютно грандиозные возможности открыть все страны мира. Это очень важно именно понять суть именно инвестиций и как быстро я могу получить доход. Причем доход, который уже предыдущие спикеры говорили, только растет и развивается. У предпринимателя всегда возникает вопрос, сколько синвестировал, сколько получил, и как быстро. И не важно, что он предприниматель. Мы сегодня собрали здесь, я думаю, все предприниматели, поэтому те, которые еще до конца не поняли, в чем же суть вот этого большой возможности, здесь заложен именно ваш подход, ваше мышление. Мыслить как предприниматель, а может быть даже инвестор. И очень важно осознавать. Мы, например, работая предпринимателем, я не могу по-другому сказать работая, потому что в принципе предприниматель это тот же наемный рабочий. Почему? Потому что ты должен быть 24 часа в сутки, ты должен что-то делать. Ты не можешь отлучиться, ты должен постоянно контролировать, что у тебя происходит. Здесь и очень часто, что не хватает людям, не хватает признания, потому что работая 10-20 лет, ты только чувствуешь какую-то конкуренцию, ты всегда чувствуешь, что тебе кто-то дышит в спину. А здесь вы имеете признание. Это очень важно. Очень часто люди, проработав 40-50 лет на производстве или предпринимателем, не имели какого-то доброго слова, не имели признания. Здесь это признание на все 100%. Совершенно верно. Люди бывают с двумя высшими образованиями и не могут найти себе специальность, по которой получили эти образования. А здесь вы абсолютно получаете все в одни руки. Мало того, вы работаете именно с той командой, своей командой, которой вам хочется работать, которой вы видите потенциал в работе. Это очень важно. Именно когда никак конкуренция друг другу не дает информации, где взял, от какого поставщика. И каждый пытается придумать свой маленький трюк, маленький бренд. Поэтому здесь именно открыто показываем, мы готовы обучать людей именно на своем примере, показать, что это все гениально, очень просто. Конечно. И работа в команде – это действительно очень важно. Вы, наверное, видите, что мы даже сегодня работаем в команде. Именно предприниматели, которые достигли очень больших высот. И проявление предпринимательских качеств. Понимаете, здесь бизнес, который вы можете построить именно с душой, именно с теми качествами, которые именно близки вам. Самое важное – именно самостоятельное планирование. Потому что часто бывают те, особенно люди, те, которые по найму, они просто не могут чем-то заняться. То есть я всегда говорю, так много работают, что даже некогда заработать деньги. Да, и самое важное – самостоятельное планирование рабочего времени. То есть вы решаете, в какое время вы работаете. И системное повышение квалификации. Вот представьте, настолько система продумана, что постоянно предприниматели нашей компании повышают свою квалификацию. Карьерный рост, пожалуйста, вы в молодой или в возрасте, вам нужны, главное, амбиции. Амбиции, почему кто-то смог, а вы нет. Вы такие же люди, и мы такие же люди. Абсолютно. Поэтому системное обучение плюс дает возможность карьерного роста. И очень важно перспективное будущее, потому что сегодня уже предыдущие спикеры рассказали именно, что будущее в Венесе. И это будущее приведет нас к финансовой независимости. Это очень важно. Это тот аспект, который волнует сегодня абсолютно каждого предпринимателя. Шесть основных требований, которые приведут вас к успеху. Но это нужно действительно в себе поставить цель и делать. Позитивное отношение к жизни. Улыбайтесь. Вы, наверное, слышали такую роль. Даже если вас долбят, улыбайтесь. Самое интересное, что улыбаться очень хорошо, когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть средства, на что ты можешь действительно знать, что у тебя завтрашний день уже запрограммирован, и знаешь, куда ты пойдешь, за какими покупками. Следующее — стремление к достижению цели. Очень важно, потому что действительно многие люди даже не знают и даже не могут понять желание, а цели. Поэтому есть всегда желание много, а нету цели. Поэтому ставьте себе цель, а желание всегда появится. Конечно. И всегда используйте свои личные качества. Если кто-то говорит, а у меня их нет, неправда. У каждого человека, у каждого предпринимателя есть сильные личные качества. И еще очень важный аспект — сотрудничество с успешными предпринимателями. Это очень важный аспект. Потому что у них всегда есть чему научиться. Поэтому мы всегда приглашаем свою команду, всегда приглашаем своих друзей, знакомых, предпринимателей. Именно открываем эту возможность и приглашаем свою большую команду. Поэтому планируем, именно разрабатывая концепт планирования, то есть именно как мы дойдем вместе к одной единой цели. Да, и самое главное — меняться. Мы уже на этом начали нашу тему, что те люди, которые готовы меняться, те люди, которые готовы поменять в своей жизни что-то, что-то сделать по-другому, они достигнут результата, они получат именно то, что они хотят. И еще раз хочу сказать, что именно здесь мы получили стабильный, развивающийся бизнес под ключ. И сейчас мне хочется передать слово очень успешным предпринимателем, лидером компании ПЕЛ, с огромным опытом работы, с огромным предпринимательским стажем, с огромным количеством открытых филиалов. Встречайте, Людмила Дерягина и Игорь Гришко. У нас часто спрашивают, как мы приглашаем предпринимателей в свой бизнес. Так как у нас был опыт открытия нескольких своих предприятий, сегодня мы расскажем и покажем на цифрах о тех доходах, которые можно получать, открывая свой бизнес в компании ИПЛ. Работая на себя, мы не могли себе позволить жить, как хотим, путешествовать, иметь достаточно свободного времени для семьи, детей, внуков. А все почему? Да потому что не мы имели бизнес, а бизнес имел нас. И понимая, что это понимают все линейные предприниматели, так как по крайней мере большинство из них находятся в той же самой ситуации, в той же самой ловушке, как и мы были когда-то в свое время. Так что же нужно учитывать, когда вы будете общаться с предпринимателями? В первую очередь предпринимателям интересно сразу увидеть их интерес в этом бизнесе. Я видела ваши вопросы, а чтобы увидеть их интерес, им необходимо увидеть, что они смогут увеличить свои доходы. И, как правило, это пять основных вопросов, на которые всегда нужно отвечать. И сегодня на эти пять вопросов мы постараемся вам ответить. Сколько инвестировать, какой риск, что делать, как быстро и сколько получу? То есть сколько получит предприниматель? Предпринимателю интересно, сколько он инвестировал, что он будет иметь в конечном итоге. Пусть на это уйдет полгода, год. Поэтому давайте начнем. Если в ходе, допустим, беседы с предпринимателем вы отвечаете на все эти пять вопросов, то я буду уверена, что каждый здравомыслящий предприниматель увидит в этом свою прибыль и увидит свое преимущество. Следующее, на что нужно обратить внимание, это, естественно, самое главное и самое мощное слово это слово сеть. Это построение сети своих филиалов в разных городах, в разных странах и это то, на что нужно обратить внимание. Сегодня на вебинаре находятся те люди, которые находятся в Германии, в Москве и мы находимся в Екатеринбурге и мы составляем некую филиалы. И я хочу сказать, что у вас у всех на слуху бывают такие, допустим, сети, как шоколадница, до пятерочка, как у нас в России, допустим, Евросеть, Макдональдс и так далее. Но я хочу пример привести на Макдональдс, чтобы вам было понятно потом, почему я этот пример привожу. Давайте рассмотрим примере Макдональдс, который продает свои лицензии по их логотипам и их брендам, тем, кто хотел бы развивать свой собственный бизнес. Например, такая лицензия от Макдональдс стоит, а возможно даже и 1 миллион долларов. Мало того, что вы заплатите этот 1 миллион долларов, вы должны будете еще отчислять приличный процент в корпорацию. И за счет этого корпорация готова вас будет обеспечить логотипами, рекламой и так далее. Так это работает в Макдональдс. Все эти люди, которые купили лицензию, свободные предприниматели, они сами создают вокруг этого бренда свой собственный бизнес. Они нанимают на работу людей, обеспечивают прямые поставки продукции, обеспечивают даже продукции клиентам. Единственное, что в этом бизнесе несправедливо, и это предприниматели не могут сами продавать свои лицензии дальше. Так в чем же преимущество нашей компании, компании APL. Для развития бизнеса с компанией APL каждому предпринимателю необходимы минимальные капиталы вложения. И сейчас только Виталий с надеждой вам их показали. Но раз мы предприниматели с большой буквы, значит мы будем инвестировать не миллион евро или долларов, кто как это понимает, в развитие допустим того же Макдональдса, но мы начнем собственный бизнес в компании APL и мы начали собственный бизнес 4 года назад в компании APL с 3000 условных единиц. Почему буду говорить условные единицы дальше? Потому что в разной стране разные есть доллары, есть евро, есть россия рубли и так далее. Предприниматель может начать собственный бизнес с 3000 условных единиц в нашей компании, если вы серьезно пришли заниматься бизнесом. Итак, на первый вопрос мы ответили, сколько нужно инвестировать. Я вам сказала, если вы серьезный предприниматель, это 3000 условных единиц. А ответ на этот вопрос по сравнению с Макдональдс, никаких рисков нет. А почему нет рисков? Потому что на эти деньги предприниматель покупает продукт, о котором говорила Лариса для себя любимого. Так что же нужно делать предпринимателю для того, чтобы начать свой собственный бизнес с компанией Пиел? Мы показываем предпринимателю, что у него теперь есть собственный бизнес и есть определенные клиенты. И наша задача показать вам, вы же все предприниматели, как построить сеть. Сеть это мощное слово предпринимательстве. Обязательно нужно сделать на это акцент. Как он может или как вы можете открыть свои предпринимательские филиалы или предприятия в разных городах и странах. Например, в Москве, в Екатеринбурге, в Германии, в Ташкенте, в США. Не важно. Это те филиалы, которые будут приносить предпринимателю прибыль. Они самостоятельно работают и будут работать над этим бизнесом. Они будут развивать свою сеть дальше. Почему? Потому что у каждого филиала есть возможность продавать свои лицензии дальше. То есть если у Макдональдс нет и у многих сетей, то в компании EPL у нас есть эта возможность продавать свои лицензии дальше. Лариса говорила выше про франшизу. И в этом как раз у нас огромное преимущество. И от этого всего товарооборота, который будет проходить или происходить в этих филиалах, предприниматель будет получать определенный процент. Отсюда мы видим, что сеть это очень мощно. Если однажды предприниматель построит профессиональную свою мощную сеть, как сделали это мы четыре года назад, она будет приносить ему каждый месяц, месяц за месяцем, резидуальный или пассивный доход. И этот доход будет давать предпринимателю свободу, время, которого большинства предпринимателей нет. когда у нас был собственный бизнес, у нас этого времени не было. Все об этом говорят, и Игорь вам об этом сказал. И эту свободу в этой компании мы получаем. Давайте посмотрим, что конкретно нужно сделать и какие доходы предприниматель будет получать. Давайте представим так, вы смотрите на эту картинку, я обычно рисую, когда встречаюсь с предпринимателями, но сейчас вы будете смотреть, я буду комментировать. давайте представим, что это предприниматель, то есть это вы, вы инвестировали 3000 условных единиц для себя любимого, и каждый месяц будете делать невероятный товарооборот, эта сумма будет составлять целых 100 условных единиц. Этого достаточно, чтобы вы были активными в нашей компании, чтобы развивать этот бизнес дальше, чтобы получать все проценты от того товарооборота, который будет создаваться в созданной вами сети. На 100 условных единиц вы получаете продукцию от компании. Вам не нужно даже содержать свой собственный склад, об этом уже говорили. Вы получаете продукты от компании, так же, как и все наши системные сетевые предприниматели. То есть все ваши филиалы напрямую от компании. Вам не нужно заниматься распасовкой, отправкой, даже гуглтерию вам не нужно вести. Почему? Потому что всю отчетность по этому бизнесу вы будете получать в нашем личном кабинете. Вы каждый раз можете зайти в свой личный кабинет и посмотреть всю свою сеть, какой филиал, какой товарооборот сделал. Все у вас будет под отчетом. Итак, поставьте себе цель каждый месяц. Почему я обращаюсь так? Я считаю, что вы уже предприниматели все с большой буквы, что каждый месяц вы будете открывать по шесть филиалов. Почему я обратила внимание на шесть? Потому что вы расписали картинку на шесть месяцев, поэтому взяли, вы дальше поймете почему. Именно шесть филиалов. То есть первый месяц вы начинаете развивать свой бизнес. Открываете шесть филиалов, возможно, в вашем городе, возможно, в других городах и странах. Еще раз подчеркиваю, мы сотрудничаем и вышли уже в более чем 50 странах мира. Например, каждый филиал делает товарооборот 100 условных единиц. Товарооборот, который вы создаете в первый месяц, равен 600 условных единиц. В большинстве компаний, о которых я уже говорила, доход с товарооборота составляет 2-5%, есть 8%, но в нашей компании эта цифра равна 10%, то есть ваш доход в первый месяц составит, вы видите, 60 условных единиц. Конечно, это небольшие деньги, но давайте посмотрим, что будет дальше. За счет этого дохода вы снижаете себестоимость продукции, понимаете? То есть вы покупаете продукцию напрямую, вы тратите, вкладываете в себя любимого 100 условных единиц, а на самом деле 60. Но это был первый месяц. Давайте посмотрим, что происходит во второй месяц. если ваши филиалы, которые работают самостоятельно, подключат в этот бизнес по 5 предпринимателей, то это будет 30 филиалов. Я не буду говорить, что здесь происходит, расчет, вы это сами посмотрите. В конечном итоге, это будет сумма, товарооборот составит 3,6 условных единиц, который пройдет в вашем бизнесе. Ваш доход составит 360 во второй месяц. Вы уже в чистой прибыли, приобрели продукцию на 200 условных единиц. Первый месяц 100, во второй месяц 100. И за два месяца получили доход 360 минус 200, 220 условных единиц. Итого, чистая прибыль за два месяца у вас составила 220 условных единиц. И так далее. Итак, мы переходим, допустим, к третьему месяцу. Мы уменьшаем на один филиал каждый месяц. То есть, если у нас было 6 филиалов, во второй месяц 5 филиалов, в третий месяц 4 филиала, при одних и тех же действиях, которые мы с вами будем совершать, то у нас товарооборот в третий месяц составит 15600 условных единиц. И ваш доход будет 1560 условных единиц. То есть, чистый доход на третий месяц 1560. Уже радостно. Опять-таки, друзья, все только начинается. В четвертый месяц у вас 120 филиалов, которые открывают по 3 филиала. То есть, ваш товарооборот составит 51600 условных единиц и чистый доход 5160. Пятый месяц 360 предпринимателей открыли по 2 филиала на 1 филиал меньше. Общий товарооборот прошел 72000 и товарооборот общий, то есть, общий товарооборот, если суммы, и общий товарооборот за все 5 месяцев прошел 123, 600 условных единиц, чистый доход 12 360. Круто на 5 месяц. А помните, вернемся, 3000 условных единиц. Всего 6 месяц 720 филиалов, которые открывают по 1 филиалу в разных странах, городах. Общий товарооборот составит 195 600 условных единиц. Чистая прибыль составит 19560. Всего за 6 месяцев вы откроете на данном примере 9956 филиалов в разных городах и странах. Вот что такое сеть, и это ничем не ограничивается. Всего 6 филиалов вы можете открыть за 6 месяцев, которые превратятся во сколько филиалов 1956. Вы можете открывать каждый месяц по 10 филиалов, по 20 филиалов. Мы в компании сотрудничаем 4 года открыли 48 филиалов в разных городах и странах. Сегодня на данном вебинаре находятся те предприниматели, которые находятся в нашей организации огромной, и благодаря этому у нас по всему миру огромная построена сеть в разных странах мира. Сеть предприятий. Сеть предприятий. Все те люди, которые сегодня на вебинаре, это вся наша огромная команда. Вы ничем не ограничены. Вы так же, как и любой предприниматель из вашей сети не ограничен ничем. Вы можете приглашать неограниченное число предпринимателей. Еще раз повторяю, чем больше вы работаете в этом бизнесе, тем больше будете развивать эту сеть, тем больше будет составлять ваша чистая прибыль. И в скором времени вы сможете только поддерживать вашу сеть. Вы сможете путешествовать, передвигаться из одной страны в другую, и те доходы, которые будут приносить ваша выстроенная сеть вами, будут приходить вам снова и снова. За однажды сделанную работу, то, что вы проделали, это и называется резидуальный, или пассивный доход. Сегодня мы хотим сказать, что мы в компании чуть больше четырех лет, и благодаря одной встрече, которая состоялась в Москве с президентом этой компании Сергеем Сергеевичем Куликовым, двухчасовая встреча, которая перевернула всю нашу жизнь. Именно этот бизнес является привилегированным для большинства предпринимателей, поэтому еще раз просто вас призываем, если это получилось у других, получилось у нас, получилось у тех, кто сегодня с вами на этом данном вебинаре, те предприниматели, которые находятся в нашей сети, получатся и у вас. Надеюсь, вы меня поняли и суть концепта услышали. А сейчас мы хотим передать слово замечательной семейной паре, которая живет в Германии, Ларисе и Андрею Нагель с семейными традициями. Благодарим вас. Добрый день, уважаемые гости нашего имбинара. Добрый день, мы очень рады всех приветствовать и готовы рассказать о другую сторону еще то, что вам рассказали сегодня о бизнесе, но есть еще и другая сторона нашего бизнеса, это очень приятная семейная традиция. Уважаемые дамы и господа, можно мне задать один вопрос, если здесь мы ведем презентацию, мы ведем вебинар для представителей малого среднего бизнеса, а есть люди, которые работают еще имеют наемный труд, или как это по-русски говорить, плюсики поставьте, пожалуйста, кто ходит на работу, не являясь предпринимателем, плюсики, есть такие, или у нас сегодня все предприниматели? Так, есть, да? Да, да, ну, я хочу сказать, что вы тоже пришли в правильное место, в нужное время, потому что тот, кто работает на наемном труде, да, это все равно, все равно это предприниматель, поэтому вы с нами и сейчас мы хотим рассказать, что нас привлекло в эту компанию три года назад. Андрей, Лариса, Нагель, мы 20 лет занимаемся официально бизнесом, легальным, полным легальным бизнесом в Германии, живем 25 лет в Германии и 20 лет уже в бизнесе, и я хочу вам сказать, что все, что предыдущие спики говорили, это, наверное, одинаково верно и для постсоветского пространства, и для европейских стран, когда люди, даже работая на себя, еле-еле выживают и сводят концы с концами. Я хочу сказать, тот, кто сегодня работает в системе наемного труда, может быть, даже слышал, что есть предприниматели, которые еле-еле концы с концами сводят и зарабатывают меньше, чем на наемном труде. Это, к сожалению, есть. Поэтому я со своей стороны обращаюсь к представителям малого и среднего бизнеса, к настоящим воинам, бойцам на фронте борьбы за финансовую независимость, к тем, кто мечтает о будущей жизни, забывает про свою семью, про детей, забывает о том, что есть в мире другие вещи, солнце, солнце на дворе тоже есть, и они борются, борются и хотят встать на ноги. И в конце концов, может быть, часть из них когда-то достигнет своих целей, а к этому времени и семьи нету, и денег очень часто не хватает уже на лечение. Вот это очень страшно. Три года назад в нашем мире с моей супругой переменилось все. Мы узнали про компанию APL. Что нас больше всего затронуло здесь? Это, конечно, путешествие. Мы любим путешествовать. Мы много путешествовали, но то, что мы увидели здесь. И очень, конечно, важно, предыдущие спикеры очень правильно сказали, что финансы должны быть крепкими, кошелек должен быть, и подушка должна быть крепкая, но компания APL очень большое место уделяется семейным ценностям. Именно семье, именно морали. Поэтому уже три года в этой компании мы убеждаемся, встречая все больше и больше людей, которые как раз идут по семейному принципу. И вот этот принцип семейной традиции поддерживается нашим уникальным харизматичным президентом Сергеем Сергеевичем Куликовым. Он дает пример всей компании, что семья это очень важно, что очень главное, и без семейных традиций практически сегодня не выживешь. Да, действительно, он молодой президент, но очень-очень мудрый, очень грамотный. Он прекрасно понимает, что именно семейная ячейка и начиная какой-либо бизнес один, скажем, в семье, не имея поддержки, очень трудно получается. Наверняка вы это знаете, уже наверняка вы с этим сталкивались. Но когда ему нужна поддержка, когда у него есть поддержка, а если они еще вдвоем, то есть обе вступают в этот бизнес, начинают его вместе развивать, друг друга поддерживают, то естественно намного выгоднее, намного успешнее у них он получается и рост идет быстрее. И поэтому именно говоря уже о семейности, то мы называем нашу компанию семья IPL. И конечно обязательно отмечаем день рождения нашей компании. мероприятие проходит под названием PL Planet и каждый год отмечается 11 ноября. Проводится грандиознейшее мероприятие с подведением естественно итогов, вот вы видите на фотографии, подведение итогов, вручение призов и наград за определенный вклад в развитие компании, за определенные заслуги, естественно представители получают свои награды, обязательно получают признание. И Сергей Сергеевич, вот особенно последние вот фотографии все в основном это с последнего мероприятия с 8-летия в прошлом году в ноябре, все в белом, все красивые, вы видите чеки какие есть и как мы это все здорово отмечаем, каждый получает признание. и да, зарабатываем мы еще и отдыхаем, отмечаем дни рождения, всевозможные мероприятия, и вот я хочу сказать, смотрите, большинство, большинство людей, да, по статистике это 98% людей, жизнь проходит серо и незаметно. Уважаемые представители малого, большого бизнеса и наши гости вебинара, почувствуйте энергетику, энергетику мероприятия компании ЭПЛ, вы сегодня, вы можете сегодня это все почувствовать. На восьмилетии Сергей Сергеевич сам лично провел такое магическое шоу, просто незабываемое, настолько он воплотил свои мечты детства, он провел фокусы, такие презентации, перевоплощения, что, ну это невозможно просто забыть, да, и опять возвращаешься к тому, что он показал абсолютно всем участникам, все невозможно, абсолютно возможно. И уже говоря о мероприятиях, о событиях, нельзя не сказать о главном образовательном форуме. Да, ты рыпнули? Ну ладно, окей. Один из главных, я вставил. Один из главных, окей, хорошо. Говоря уже о дне рождения, тогда вернемся к тому, что проводится еще и день рождения Сергея Сергеевича. Это вообще незабываемое мероприятие, golden people. Естественно, сам президент отбирает себе партнеров, с кем ему интересно провести этот день рождения. И вот, как обычно замечаете, да, каждый обычно день рождения отмечают в своей семье, вместо того, чтобы с детьми, с супругой Ольгой, быть дома, принимать подарки. Он эти подарки вручал нам, он посвятил время с нами, провел день рождения. Нас было 30 человек, и нам посчастливилось попасть в число приглашенных и быть на дне рождения. Было это на великолепном острове Бали. И было столько сюрпризов. Это было в лучшем отеле Ритц Карлтон. Если кому интересно, можете посмотреть, погуглить в интернете какой-то шикарнейший отель. Один номер чего стоил. Он был более 100 квадратных метров для нас двоих. С бассейном в качестве лагуны красивейший. Такой просто все изысканное было. Какой был вечер с колоритной музыкой, с колоритными танцами. И это все было организовано для нас. Настолько сюрпризы эти все. И самое главное хочу сказать, что здесь вот это все, что мы получили, это действительно как дар с неба. Но это все для нас старался Сергей Сергеевич. Он для нас старался, для тех, кто хочет изменить жизнь, для тех, кто старается для развития компании. И самое главное, чтобы быть именно в окружении президента, быть в его энергетике, прочувствовать это, его харизму прочувствовать, это дорогого, конечно, стоит. И столько сюрпризов было, столько шикарных. Вы были на острове еще. Так, и да, теперь уже подожди, секунду, да? Ну ладно, давай. Просто хотел сказать, что еще, значит, кроме райской жизни нам еще удалось побывать на традиционной летней академии, где за два с половиной дня мы прошли 43 испытания, причем в дикой жаре, с повышенной влажностью воздуха. В Майами. Да, летняя академия, обучение от президента, плюс испытания, да? Эти испытания на самом деле усиливают твою личность, всестороннее развитие происходит, и ты получаешь все навыки, которые тебе необходимы практически во всех сторонах нашей жизни. Всплочение команды. И вот, что самое интересное, как раз, что предлагает компания ЭПЛ, работа в команде, работа в коллективе, когда каждый помогает друг другу. Летняя академия это показала, как сплоченность, смывает все границы, и мы преодолеваем, казалось бы, то, что просто невозможно было преодолеть. Это летняя академия. Желаю всем побывать там. Да, приобретаются новые навыки, выдержка, терпение, ну, в общем-то, проявляется характер, очень даже явный такой, да? Но, говоря уже о событиях нашей компании, нельзя не сказать, конечно, о главном образовательном форуме ЭПЛ Сизонс, который проходит каждый год в мае месяце в Турции. В этом году, к сожалению, он у нас переносится, но это все поправимо, ничего страшного нет. но это мероприятие, оно особое тем, что здесь может каждый абсолютно предприниматель совместить то, чего ему не хватает в жизни. То есть, каждому нужно обучение, и каждый хотел бы где-то с семьей еще отдыхать, ну, в отпуск поехать. И здесь как раз-таки совмещено. То есть, можно поехать не только вдвоем супруги, а можно еще и брать с собой семью, бабушек, дедушек, там, или внуков, или детей, или родителей. То есть, абсолютно все равно на все ваше усмотрение. Чем проводятся международные? Во всех проводятся международные из разных стран приезжают туда предприниматели, чтобы научиться, чтобы получить эту информацию, чтобы научиться. И мы даже на песке, то есть, находясь на пляже, на красивейшем море, на пляже, на песке, рисуем планы, как можно построить бизнес, как можно ставим цель, расписываем пошаговые действия для их выполнения и прорабатываем стратегию, узнаем секреты других успешных предпринимателей. Ну и бомба, конечно, что нас особенно здесь привлекало, да, именно в программе в семейности. Мы за годы, которые участвуем сотрудничаем компании ИПЛ, уже были в трех великолепных круизах. Сейчас ожидается новый, еще более сногсшибательный круиз, и вот на этих круизах тоже мы общаемся, учимся, узнаем новое что-то, да, и стремимся. Поэтому я и мои коллеги, мы просто зовем вас поучаствовать в этом круизе. о круизах я хотела бы еще добавить, потому что мы уже на трех круизах были, и первый, конечно, в 2017 году он был посвящен семейным парам, клятвам, обновлений свадебных клятв, да, скажем так. Это было настолько незабываемо. Каждый круиз организован, чутко все продумано, организовано, подготовлено, встречает нас уже сразу, раздает нам даже футболки, раздает нам план на всю неделю, когда мы находимся на корабле, что, где и когда происходить будут. Проходят различные вечеринки, пиратская вечеринка, гангстерская вечеринка, последний раз в прошлом году была у нас в стиле Млен Руш, это было так круто, как будто мы находимся в какой-то сказке, как будто снимается кино, и мы там просто находимся в качестве актеров. Это так здорово и так незабываемо. И вот именно по свадебным, настолько было приятно и прекрасно, когда, представляете, шикарный океан, бирюзовый цвет воды, белоснежный песок, мы все в бело-лиловых одеждах, все уформлена там беседка, мы танцуем на этом песке, танец румбу, столько впечатлений, эмоций, незабываемых, просто трепет, волнение, вспоминаешь те моменты, когда давно уже забыты были. И для семейных пар, конечно, это просто незабываемый момент, и вы должны быть там обязательно, обязательно должны быть, потому что в этом году опять планируется по многочисленным просьбам, опять планируется под названием семейной традиции, возобновление свадебных клятв, это будет, я думаю, вообще незабываемо, потому что судя по тому, как каждое мероприятие или каждый круиз готовится, как готовят нам чета Куликовых, то этот будет вообще просто бомбический, во-первых, даже потому что мы по каким местам мы будем кататься, это, я даже, честно говоря, не все знаю, вот Панама, Кюрасау, Аруба, Колумбия, Банайры, это вообще, это будут такие красивейшие уголки мира, когда вот мы просто так никогда не сможем сами поехать и посетить, организовать главное себе такое мероприятие. Поэтому, уважаемые гости нашего вебинара, огромная вам благодарность, что вы нас выслушали. Так, и я бы хотела еще добавить, дорогие предприниматели, а вы так когда-нибудь отдыхали? Вы можете так отдыхать? Я думаю, что нет. Поэтому хотела бы сказать, наверное, вы делаете что-то неправильно. И есть такие замечательные слова Далай-Ламы. Он говорит, что как бы ты удобно не сидел, то нога все равно затечет. Нужно поменять положение. И если у вас что-то не получаете, поменяйте положение. Мы вам сегодня предлагаем другой вариант жизни. Мы предлагаем другие возможности, которые, может быть, воплотят ваши цели, мечты в жизни. У вас пользуйтесь шансом здесь и сейчас поставить свой бизнес на новый уровень. Прямо сейчас возьмите номер телефона и наберите человека, который вам дал информацию и эту информацию или пригласил на вебинар. Узнайте подробности. Вы всегда сумеете сказать слово «нет». Я призываю вас разберитесь. Есть ответы на все вопросы. Лучшее время здесь и сейчас. Вчера уже нет, а завтра может не настать. Выбор за тобой. Хватит думать, пора действовать и по-настоящему зарабатывать. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.